всем привет вы на канале мистериус и сегодня нас с вами не так сказать не самое загадочное но очередное дело и она отличается от всех тех дел которые были на моем канале но прежде чем с вами начнем это дело обсуждает не забудьте подписаться досмотреть данный ролик до конца эти говоря он к сожалению будет не особо длинный поэтому не обессудь так вот почему данное дело не совсем обычная и отличается от всех тех которые были на моем канале дом наверное многие из вас знают что есть премия дарвина за самую глупую смерть сегодня у нас будет премия дарвина ну или может опять как нибудь по-своему и с вами назовем а тип напишите варианты может быть в комментарии премия за самое глупое раскрытое преступление к тому же по глупости не полицейских не жертв а по глупости самого преступника и к тому же данное тело было раскрыто спустя аж 14 лет и при том о такой глупой причине что вы наверное себе даже не можете представить потому что это просто одновременно страшно и смешно то такое может произойти в жизни но тут самое главное что преступник все-таки получил по своим заслугам ведь слов всегда должно быть наказано а я хочу вас простить хотелось бы ли вам когда-нибудь узнать больше о истории своих предков и это не какая-то рекламная интеграция с древами о том как люди составляют древо и узнают вашу историю это зарождение нашей истории но да ладно опять же кому не хочется узнать больше о своих предках возможно среди них были графы а может быть вы ведете свою родословную от первого президента соединенных штатов либо россии конце концов может быть вы найдете потерянную сестру либо брата ведь в этом так много перспектив и вот наш сегодняшний антигерой 44-летний джаред вон не устоял и отправился в генетическую лабораторию он совершенно не рассчитывал что вместо потерянной сестры или брата его просто найдет полиция его обвинили в сексуальном насилии и приговора мужчина будет ожидаться уже в тюрьме неизвестно на что он надеялся на что рассчитывал может быть через столько лет он чувствовал себя совершенно безнаказанным и был уверен что его никогда не смогу найти может быть он даже забыл о том что случилось 14 лет назад а 14 лет назад случилось то что именно 2007 году он познакомился в баре с молодой девушкой она была очень пьяна чтобы продолжать вечеринку и чувствовал себя не совсем хорошо джаред как истинный джентльмен заботливо предложил проводить ее до дома чтобы с ней ничего не случилось и никто к ней не приставал когда мужчина привез студентку в квартиру которую они снимали на двоих с ее подругой он завел девушку в душ и там совершил действия сексуального характера против нее похожим образом началась история 15-летний одри под разве что вокруг были все ее друзей одноклассники эта история закончилась трагедией едва он услышал что в двери поворачивается ключ это пришла ее соседка он бросился к выходу и сбежал он сутурился и прятала лицо выглядел смущенным и напуганным студентка хорошо запомнила это ощущение как будто она спугнула человека который застигнут был врасплох зачем-то постыдным собственно говоря так и было он совершил преступление и в тот же вечер девушки приехали в полицию и подали заявление на изнасилование эксперты собрали генетический материал преступника но сравнение с базой ничего к сожалению не смогло дать потому что 14 лет назад не каждый преступник был базе но к тому же это было первое преступление на счету джареда и его просто не было в базе это означало что раньше насильник как я уже сказал не попадался в руки полиции дело так и лежало нераскрытым годами до тех пор пока в 2020 году кстати говоря ну как вы поняли это было совсем недавно полицейские не взялись перепроверять архив нераскрытых дел они снова обратились базам генетических материалов собственным базам и базам бюро генетических исследований которые открыты для полиции и после того как они обратились в эту базу они вышли на джареда вона который продолжал жить во флориде как ни в чем не бывало на разрешение этого дела ушло 14 лет но это было важно и было очень важно для жертвы чтобы получить какой-то итог в этом деле говорит замглавы городской полицейского управления рубен дель гады ошибки быть не может вероятность совпадения при исследовании генетического материала 1 700 миллиарда спустя столько лет жертва наконец может почувствовать себя защищенной а преступник счастью получит свое заслуженное наказание вот такое вот очень странное своеобразное дело даже может быть не дело просто такая небольшая история неким расследованием которое привело к преступнику к советному наказанию и он наверное даже и не помнил о том что он сделал может быть где-то в подкорке головного мозга он и помнил но считал что все ему сошло с рук к счастью он получил свое поэтому спасибо что посмотрели этот короткий может быть интересный ролик не забудьте подписаться на канал поставить лайк написать свое мнение в комментариях ну и до встречи в следующем ролике